всем привет ребята здравствуйте с вами братуха это игра во робот сейчас я вам продемонстрирую игру на скайросе мы погоняем на скайросе все бои и туда-сюда и сейчас я вам расскажу покажу но сначала прелюдия как обычно хотел бы обратить внимание на свой ангар у меня 24000 энергоблоков это из-за того что мои дорогие подписчики задонатили братухи на декубы декубы братуха перевел валюту в виде ключей ящиков так далее жетонов и все это я потратил в игру и вернулась обратно вот таким образом 24 1558 энергоблоков 366 миллионов серебра это я вчера ребят продавал в прямом эфире на канале братуха life ненужные вещи это большинство вещей там не осталось если вообще все под ноль продать то будет серебра больше но не хочется продавать все под ноль потому что выполнять задания на всяких роботах разного класса разных там калибров и разных умений нужно и вот я решил что раз выполнять задания мы их оставим плюс еще роботы для коллекции также 9000 голды у нас тоже так не растет в особо много это тоже ребята выиграна из ящиков и ключей там общем вот такая ситуация то есть все кто написал что братухи наконец-то подбросили ресурсов или вернули в тех поддержку поддержку блогеров ребята не так все абсолютно не так вот и сейчас я еще хотел бы заострить внимание на том что я на скайроса поставил другие дробаши уже более прокаченные там хаммер и куджил мк 3 и куджил мк 2 12 уровня но я хотел бы еще показать кое-что если разработчики смотрят вот и что-то впитывают что-то задумываются и собираются что-то менять поменять самое главное еще выбор оружия то есть абсолютно за надоедает вот так искать нужное оружие которое мы хотим поставить во первых никакого упорядовывающая по прокачке нету никакого упорядовывающая по тирам и прокачкам нету и оружие прямо на весь экран всего три ствола почему бы не взять и уменьшить и вставить уменьшить и вообще самого оружия и вставить большой выбор прямо вот очень много вот так оружия и чтобы можно было бы выбрать вот посмотрите например я сейчас листая вот тот самый куджил который нужно вам к 2 1 уровня посмотрите я до половины всего оружия прошел обалдеть просто до половины всего оружия прошел и вот я сейчас поставил так вот выбор оружия это ужасной но смотрите у нас есть мастерская и вот здесь например мы можем выбрать оружие видите здесь тоже вот у нас здесь по деталям хотя дачу сейчас вот прям тоже так как-то очень прям по деталям да раньше прям такие большие квадраты были вот я лоханулся по ходу раньше было лучше сейчас тоже хреново в общем помните да как было в мастерской разработчики когда там много таких там в линии вроде бы там пять роботов было вниз еще 5 и на одном экране телефона было количество роботов огромное и ты мог выбрать того робота который тебе нужен это оружие который тебе нужен но почему-то вы разработчики идете от от противного вы наилучший выбор упрощенный для игроков более понятной интуитивной вы превращаете вот в это прям находил его постоянно в этом врулил его это вот как это вот скажите хочет человек найти пушку ему нужно потратить пол дня для того чтобы добыть эту пушку а это к тому же смотрите я например драгуна вот этого поставил да да дальше смотрите вышел вот бах еще раз мне нужно этого драгуна там искать понимаете то есть еще раз ну там не только драгуна вот просто в конец мне еще раз нужно маслать чтобы ту самую пушку выбрать по ходу так я просто должен мастерской не был в общем вот такая вот дичь разработчики что вы что робота выбрать тоже огромная проблема сменить робота нужно обалдеть вот столько менять но крутить вертеть еще всматриваться прокачанная гарпия или не прокачанная гарпия почему нельзя вот здесь робот здесь робот здесь робот здесь робот там четыре робота в длину и три робота в высоту да и ты и притом они все упорядочены верху потира внизу по уровням но я не знаю ну как то же можно же по уму сделать не неужели вас всех там пальцем делали а вот 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 как я не знаю ругаться на вас не ругаться мася блять умнее чем вы понимаете просто мася в шоке ладно давайте не будем об этом чё блин с этих как говорится брать они вон 25 уровень там на тесте тестят я вот прям так еще на тесты не вошел господа хреново но очень было бы интересно войти посмотреть как это 25 уровень выглядит но я думаю что было бы здорово давно уже я говорю про это 25 уровень 12 13 25 без этого мк3 просто убежит кто придумал вот это мк2 я еще тогда говорил что кто его придумал его надо на чукотку отправить на куда-нибудь в жопу сосульку засунуть чтобы он там размажался с папуасами и с дельфинами блять черный дельфин ждет тебя там нет коридоров там вернее там длинный коридор русская это чё ну короче вы знаете да как эта песня поется в общем вот таких ребята надо в черный дельфин отправлять вот серьезно и такой на пакости мк3 сделать придумать когда все от 1 до 25 вот так легко просто арифметика обалдею но и как в общем ребята давайте дальше но сейчас мы в бой возьмем робота первым сейчас вот мы пойдем в режим превосходства вы увидите с караса пушка кужилл она вторая пушка не кужилл а средняя мэйс она не прокачана в мк3 она мк2 первого уровня а вот узкая особенность у него тяжелый средний легкий слот то есть вам нужно все пушки 1 1 то есть одного вида пушки все слота иметь для того чтобы у вас синхронизировалась все хорошо со стрельбой с перезарядкой и вот мы этого куча skyros а купили купили мы его ребят не выиграли нам его разработчики не подарили еще раз я вам говорю все кто пишет вот такое вот что типа мне кто-то что-то подарил нет это подписчик виктор фомин скинул денег на карту карта указана в левом нижнем углу господа так что вот он давно мне хотел все время икорки красный прислать в общем с камчатки всяких вкусняшек но я все как и вот стеснялся это все получать и адреса не давала он вот решил мне закинуть и денежки закинул прямо спасибо большое вот и софии кстати закинул и мы сейчас смотрите просто убиваем время на этом роботе просто я не знаю что мы делаем но это чума три шара столкнулись лбами да и вот они тут с шелом оттолкаются я просто шара выпиливать пытаюсь вот пытаюсь выпиливать шара но не знаю насколько мне это получается но двигаюсь я быстро кстати пилот у меня барбоса у меня пилот и что с этим барбос вот смотрите прям нехило меня так разносит вот этот парень да но у него какая-то должна быть перезарядка я дождался эту перезарядку и вот убью его или нет нет конечно нет я же во первых я не мк 3 во вторых у меня нет никаких там умений и так далее и тому подобное и вот это вот выход из шара это проблема это жопа конкретно сразу тебя убивает то есть вот так вот целенаправленно лоб в лоб с кем-то идти воевать до можешь нанести урон одноразовый потом перезарядишься ты ничего не сможешь нанести и ты сдохнешь короче если не закроешься обратно в свой кокон вот такой этот робот да барбоса вот этот барбар барбандом бодоса уже забыл как этого пилота зовут роберта бороса он накладывает сто процентов вот у меня он первого уровня там он накладывает сто процентов супрессион на 100 метров накладывает вот а тут тыс и он просто когда в шаре находишься сопротивление те лютое дает и тебя никто не может расстрелять почему нет и сэ и давал еще виктор фомин денег чтоб я на тс и выиграл но я его не выиграл потратил 42 тысячи ключей предыдущем видеоролик вот и получается что им роботам вот этим нужно играть где-то наверно в конце для того когда мало противников заходить в тыл вдвоем на 1 и тогда уже звучит но это мы попробуем уже в следующем бою ну вот сейчас на кастл мы три минуты боя отыграли и и давайте попробуем уже с этим шаром как вы поняли идти кого-то там на кого-то лоб в лоб это бесполезно дальнобойщиков на этой карте нет шар уже у нас один там играет и я вот решил с этим шаром тоже поиграть вместе ну вот как видите карамута у нас карамута слабенькая шар кстати поехал подлетел у нас сейчас будет садиться и мы сейчас слабенько вот этого карамуту парализуем им пушки прицелиться вплотную мы не можем включаем аптечку супрессивно у него уже кончился и он быстро кончается и не успели вообще ничего не успели даже разрядить пушку не успели тупо второй раз представляете все кривометами я за все я попался надо хотя бы пушки перезарядить опять спрятаться и попробуем аптечку съесть маленько нам там напихивают попробуем вот как бы обойти парня и вплотную супрессивно на него наложили и уже мог все они у меня даже супрессивно разносит там хп вообще никакое понимаете просто никакое то есть я не знаю зачем этот шароёб сделаша работа извините сделано чтобы открываться и кого-то убивать зачем если он умирает шароёб ой извините шаработ он должен кататься и не открываться у только тогда он может какие-то проблемы с маяками приводить да но у меня ты со я нету этого я вам продемонстрировать не могу но вот просто сама игра на этом же работе для меня лично показывает что открываться и стрелять бесполезно то глупость но вы мне скажете да братуха он вначале хорошо захватывает маяки окей давайте проверяем о поехали зеленая болотная карта болотного цвета шаработ захватил маяк может выпиливать противника из маяка но без тс я как бы огребаю и мне туда идти не хочется потому что я там умру есть какой-то шанс наверное у нас здесь маяк забрать да или не дать его нет мы уже его отдали ну давайте вроде бы как можно туда на базу сгонять попробуем а чё нет конечно же мы урона получаем у нас всего 150 тысяч хп не исполнил выполняется урон то есть не восполняется урон по нам люто месяц все потому что очень хочется забомбить работа то есть убежать не у скорости не позволяет никакой да то есть блин полный пипелес по сути если тс прокачать на хп сопротивлялку и все остальное да я могу только срать вот захватывать маяки на пол на пол шишечки и все и дальше уже все меня застанели ибо у меня антиконтроль не сработал или у меня топливо сломалось все сюда прискакали и все и меня изнасиловали вот этот робот нужен у меня в ангаре виктор фомин ты вот на этого робота деньги задонатил она серьезно вот это но нужно было это жену я понимаю что стыд своем он люто будет бегать там на скорость чипу поставить то все но вообще сам вот этот геймплей вот пока что вот у меня просто вот меня сейчас уже бесит потому что он он убиваем и он просто ну что-то дал я куда-то может не туда попер и меня сразу начали там месить толпой базара нет но какое я должен испытывать ребята мои дорогие да какое должен испытывать удовольствие гонять на шарайобе когда я могу летать на серафе и раздавать 7 пиздюлей или бегать на рочи и пытаться выжить кого-то до 1 на 1 вот поиграть часто уже как бы скилла то нет кила вы скилла до в игре нету уже все забудьте про то что в этом с кем-то дуэль будете вы выиграете в том случае в дуэли если у вас больше всего энергоблоков аптечек микросхемы все т4 так далее вот а если встретиться в бою вообще два одинаковых противника по прокачке все т8 красный т8 синий т8 они начинают друг друга бить то там и если энергоблоков бесконечное количество то там они друг друга одинаково завалят понимаете на одинаковых роботах они одинаково друг друг завалят ибо будут стоять в лоб в лоб потому что по-другому нет смысла играть если они будут два фенрира например из-за укрытия пытаться убить то тут одного часа мало понимаете для пвп режима так что шаработ я даже не знаю для чего он мне нужен какую функцию может выполнять например вот я понимаю на место скайроса поставить мендера который отхиливает или там диметра на каких-нибудь крутых пушках диметр поставить да вот там вот эти вот лава которые накапливают дазли рыдают что-то в этом роде я не знаю там пулемет какие-то ну вот 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 он хотя бы телепортируется кого-то своим щитом прикрывает это же просто бесполезная фуфло вот этот sky 1 базара нет он может какие-то маяки захватить но я думаю что все таки вот этот робот который пурсуа не локи локи который локи он может вообще больше нанести вред противнику потому что его не видно он блин бегать что в инвизе ты еще тут так головой ворочишь ворочишь маяк был синий стал красный потому что что за хрень опять маяк перекрасился да блять а потом когда прицелом наведешь глаз а все там локи бегает в общем вот такой скарос я не знаю будем еще дальше убрать на разные режимы там разное время сейчас будем пытаться вообще не знаю давайте сейчас другой режим попробуем сыграть не в режим превосходства в режим маяка не знаю насколько это будет полезно потом смертелку сгоняем в общем увидим но мне он лично и вообще не нравится это для меня это говно робот аля раш раш в закрытом состоянии он мне не нужен я если бы вот хотел бы бегать от противника противника от маяка до маяка чтобы меня никто не убил я бы наверно локи бы прокачал бы свое время согласитесь если я локи не прокачал значит это уже о чем-то говорит то скай раз он абсолютно для меня и я чё-то вот прям не вижу смысла вкладывать дальше серебро в этого робота вы конечно же напишите в комментариях очень важно стоит ли мне его качать или нет потому что он мне блять просто абсолютно на хрень не нравится вот ну можно быть он не прокачанный мне не нравится но сам геймплей просто какой-то инвалид должен любить этого робота инвалид какой-то я не знаю насильник я не знаю блин просто маньяк чикатило должен быть человек чтобы вот любить играть на вот этом роботе skyros я просто будет не понимаю ребята увидимся ну сейчас давайте в гонку за маяками пойдем поиграем посмотрим чё там понятно что с одного раза ничего не поймешь но все равно смысл skyros вот карта большая отличная значит получается что мы можем было два маяка ща быстро захватить бам поехали не конечно робота красивый не спас спора нет но как вы видите у нас серафы летают ёкарный бабай да как я и говорил что скоро так будет все уже там на пол карты противник прилетел и я не знаю что мне делать потому что они меня там вдвоем взлетят выжгут то есть ехать туда абсолютно не не комбельфо понимаете вот на роботе надо маленько понимать робот марс познакомьтесь можно увидеть только в бою вот я поехал как-то на чужой маяк тем самым пытаясь охватить маяк и думаю что наш маяк на 1 базе мы потеряем что я могу выиграть если на меня сейчас внимание никто не обратит я буду бегать по маякам это как раз то вот наверное есть тот самый геймплей о котором идет речь поехали вот маяк мы те парень у нас здесь бамс надо было его в принципе столкнуть но у меня хп мало он кстати ко мне уже телепортнулся столкнуть надо было вниз как вы видите мне уже в задницу настреливают вот прям ух по мне стреляет вся толпа краснопера юродивая вот уже сразу сама прилетел потому что скорость там колоссальная конечно же я выпиливаюсь и получается что я собрался сделать сейчас я наложил на него супрессион он наложил на меня супрессион пушки у меня не перезарядились я получаю впитываю урон выхожу сейчас из сумрака и умираю потому что это все люто ура ну я еще чудом жив потому что наверное он как-то вот в перерывах между между его стрельбой но это бессмысленно это это блядство это просто блядство ну а какой смысл ну что гонка за маяками я чё там пытался захватить вот он пожалуйста прилетел вот этот сераф сейчас бамы на точку да все видите вот серафы быстро летают сейчас попробуем его отомстить за все прям у меня пушки не опускается ибо особая версия вы скажете сумма такой прокачанная того я его не убил возможно давайте в режим против всех теперь увидимся я тоже кстати так быстро летаю вот в принципе ребят базара нет вот функция это ваша работа это обожраться анаболиками пилотом тс и вот так вот в виде шара и дрючить мозги противнику потом еще в наглом таком каком-то состоянии блять от наркомании выходить из сумрака и но мы видим с вами это зоу зоофилы наверное скорее всего такой клан или зоу парка я не знаю но их двое они судя по всему супер мега прокаченные вот какой-то там урона не получают но еще и на акустике то есть вот такой геймплей я не знаю конечно может он от этого удовольствия получает или просто чисто катается как еблан для того чтобы удержать нейтральный маяк но он еще к тому же отвлекает на себя лютую часть команды как минимум три человека то есть вот такой геймплей это ваша работа но ребята этот шаработ он должен быть фуловым прокачанным и мне не особо интересно на таком шаработе играть это гонка за маяками здесь конечно же выживает сильнейший вася но опять же блин слабый робот и сильный робот разница конечно же есть но сам геймплей остается на на неизменном уровне там под аккаунты под вас и рафа херпи шмерпи в общем все он загасили толпой самое то то есть там наверно взводом наверно меня гасили наверно целый взвод нас от трахал судя по количеству маяков но семь минут что-то там сопротивлялись каким-то образом давайте наверно покажу вам концовку этого боя но то что баланс юнит не работает это факт тут трое как минимум из зоопарка и тут уже как говорится у меня даже пушки перестают стрелять понимаете вот вот мне нравится стоять и стрелять в робота или двигаться стрелять в робота они как не кататься как имбецил кто вообще качает этих роботов sky rose здоровые люди ребята как это может нравится этот геймплей я не просто не вступляем вот стоим как и бланы всех роботов теряем чтобы маяк защитить и оттянуть неизбежная как говорится проиграть но все же трое зоофиловцев один ддр возможно целый клан вот этих у тырков вот и моя рочь последний робот хотя бы хоть кого-то мы здесь убьем все бой проигран наверное чпокнули нас толпой что не очень приятно господа не очень абсолютно даже я сказал бы неприятно двести пятьдесят восемь тысяч серебра 4 миллиона урона днм и вот почему мы долго сопротивлялись днм и я играл с какой-то залупой вот против целого клана зоофилов и ддр вот а я попал под раздачу блядь что самое интересное пипец ребята вот мне веселуха туда в гонках за маяками бодаться в общем а не хочу в гонку за маяками давайте попробуем в другой режим поиграть в режим против всех нашей работе что ну еще раз напоминаю что работ не прокачанный пилот нулевой пушки пушки говно сюда наверно надо акустику ставить давайте поехали да и глайдер наверно на него не работает в общем готовую хоп спрятались и ищем какую-либо дуру цель не ту который сераф и не ту которая кривометы короче урон я впитываю господа застанет меня вроде что там застанили бах и какой смысл все что я ему там наколупал вы издеваетесь поеду дальше аптечки жрать стопудово при том аптечки жрать в пути мне нужны фраг фраги блин фраг забрал это кто у нас рована на кустики она и то мудрее умнее сильнее меня все мне надо прятаться до куда прятаться два выстрела и мне дырка какой из меня ребята в режим против всех о господи еще блять один хер посмотрите он меня и так вот от залупит то есть какой смысл от этого работы в режим против всех я понимаю что прокаченные шароёбы они ну все это это какой-то пиздец это не робот это убогое ничтожество просто бля давайте ребята увидимся в режиме смертельная битва предыдущий бой на котором я играл вот такие вот результаты только что закончилось обскакал меня пиповский какой-то вот на один фраг больше сделал чем я и он стал первым человек первым человеком опять же вопрос к разработчикам почему оценивается по фрагам они пачкам чести странная какая-то режим против всех то есть подсасываешь фраги занимаешь первые места больше всего урона наносишь кило ну там на серия боев или что-то в этом роде очков чести зарабатываешь там все тебе со самбо странное дело такое тоже вот не понимаю я может быть чтобы по очкам чести роботы медики не выигрывали не знаю в общем давайте попробуем начать бою уже в смертельной битве использовать нашего вот этого скайроса но у меня негативное к нему отношение бесполезно для меня робот прокатиться забрать маяки я могу и наороче при том еще и умереть как герой в бою они свернутый как колобок в шарик понимаете то есть такое себе я не буду сейчас прокачивать в трате серебро в мк3 увести серебро есть но пока еще не буду там 22 миллиона просят я просто тупо часа или скидку отждать буду потому что тратить 22 миллиона как какой-то там оголтелый фаната робота и пытаться выиграть что-то с этого потратив там 100 миллионов на прокачку я не вижу смысла я думаю что я хрень только выиграю когда серебро потрачу в общем у нас получается совсем другая уже методика игры 2 хера из клана фсб летает у наши работа чуть не забыл пешком ходить надо я подождал выждал момент так у нас там смотрите вот он на кривометах элементарно так значит против бегемота нам идти нет смысла потому что мы только выйдем он нас и в супрессию не раздает но тоже было бы как-то интересно вот на это посмотреть что дальше вот я у противника что дальше они все друг с другом жмутся они все возможно меня боятся вот сераф летает но что дальше вот он скорость ему позволяет меня догнать я включаю аптечку здесь меня долбит кривометами афера также фсбшник летает меня долбит так долбит пытаемся каким-то окольными путями дойти до бегемота вопрос нахера нахера мне идти до бегемота когда уже тут все поняли что я блять хочу я ворвался к этому бегемоту для чего что я сделал со своими тупыми пушками отколупал ему краску и умер нахера этот робот нужен просто объясните ну понятно вы скажете в гонку смертельно он нахрен не нужен понятное дело гоняй за маяками кстати разработчики когда вы тут на сменить робота сбежать из боя замените на выйти из боя вы чё прям так реально думаете что все игроки трусы и прямо из боя выходит я уже пока вот смотрите пожалуйста вот вам новая имба которую нужно по 5 штук в ангар ставить все вот разработчики дает возможность поиграть они ее не нерфят без базара можем понюхать галлюциоген который идет из банки какой-то вот нарколы и стать и вперед на наши зои да и вот эти вот полеты понимаете то есть разработчики абсолютно не пытаются починить вот этот баг не знаю баг это не баг они молчат они не признаются не тишина полнейшая все серафы короче обосрались гритм ребята полет все все такие полет без базара и меня застанет единственное что может спасти меня это вот вернее от от утюжить меня это стан все на противник тоже может и другого серафа застанет вот здесь и кидают вот эту какую-то турель блять тупорую которую не сбить ничего мы пережили нас застанели сейчас в тыл попробуем этого пеликана от хлопускать не надо уходить а то опять застанет вот она имба имбочная йокарны бабай тут ходи ходить далеко не надо что-то меня застанели по ходу или я за что-то запутался в общем вот такой робот sky раз не нравится в него вообще никакими способами абсолютно ну вот видите как виктора фомин пожелал мы его купили вот видите большое спасибо но зря витя зря вот но контент был видео сняли витя остался в истории на канале вот это очень хорошо вот ты сэй мне даже витя не нужен потому что надо бессмысленно кататься все время в одну изи это скучно ну то есть не в инвизия как его тот самый лодки мне абсолютно не весело это делать аля раш смерть вот это вот пушки не опускаются обалдеть никого так еще и не убил вроде бы да никого хрен знает все стал перестал наверху 87 такой с переменным успехом 97 вот уже более-менее кто сказал что бьет три луча нет ребята нет и больше больше лучей серов дает 45 сейчас было лучей вы видели вот так или так как дурак туда-сюда потом увидите результаты потом это мне один робот уже как говорится надоело геофизику тоже вот эти полеты геофизик тоже решил пойду на смерть умру как герой взят вперед летать тоже вот и неинтересно и мою погибли вдвоем 12 9 скучно сейчас свою команду подведу к проигрышу сейчас будет саботаж от братухи пнул хочется чтобы он утонул удержался борти прокон братья брок блин хрен выговоришь его никнейм лечится люто там аптечки бабки заговоры заклинания магик щиты аптечки все надоело ой ё-моё пурсуа мурсуа турсуа буро ну что там у нас борту примптом какой-то сейчас будем воевать да ну давайте попробуем нахер там как-то люто я толстый а он тонкий и я не по нему урон не проходит по мне жестоко проходит ладно в общем скучно этот режим играть ребята ну вот такой вот обзорчик на этого робота ну тупой робот я не знаю робот тупой просто тупорылый робот выталкивает всех с маяка бегать на тс и блять ну это конечно ну мозгов много блин вообще вот надо мозги иметь это пипец в общем подписывайтесь на канал ставьте лалки дизлалки оставляйте свои комментарии ваше мнение очень важно для нас всем пока пока